Повести Старой Японии Как Тадзиму Суме мучил дьявол Как Тадзиму Суме мучил дьявол, созданный им самим же. Давным-давно жил-был некий Ронин по имени Тадзима Суме, способный и начитанный человек. Пустившись в странствие, чтобы повидать мир, он направлялся к Киото по Токайдосскому тракту. В один прекрасный день по соседству с Ногои в провинции Аваре, ему повстречался странствующий монах, с которым Тадзиму Суме вступил в разговор. Обнаружив, что направляются в одно и то же место, они пришли к соглашению путешествовать вместе, коротая время тяжкого пути приятными разговорами на разнообразные темы. И так, постепенно, по мере того, как все ближе узнавали друг друга, они стали свободнее говорить о своих личных делах. И монах, основательно доверившись чести своего спутника, поведал ему о цели своего путешествия. «Одно время в прошлом», — поведал он, — «я лелеял желание, которое завладело всеми моими мыслями. Я стремился установить отлитые из бронзы из вояния Будды. С этой целью я странствовал по разным провинциям, собирая милостыню, и мало кто знает, каким тяжким трудом. Нам удалось собрать 200 унций серебра. Достаточно, полагаю, чтобы возвести красивую бронзовую статую». Что говорит пословица? «Тот, кто прячет на груди сокровища, носит с собой яд». Едва Ронин услышал эти слова монаха, как в нем заговорила черная сторона его натуры, и он подумал про себя. «Человеческая жизнь от чрева матери до могилы состоит из удачи и неудач. Вот взять меня, мне уже почти 40 лет, а я простой странник, без профессии и даже без всякой надежды на то, чтобы как-то выдвинуться в этом мире. Наверняка это стыд. Однако, если мне удастся украсть деньги, которыми хвастался этот монах, я бы безбедно прожил остаток своих дней». И тогда он принялся прикидывать, как ему лучше всего осуществить свое намерение. Но монах, не догадываясь о замыслах своего спутника, радостно шел вперед до тех пор, пока они не добрались до городка Куана. Здесь находился морской пролив, который нужно было пересекать на паромах, которые отправлялись, как только собиралось, 20-30 пассажиров. На один из таких паромов сели наши странники. Где-то приблизительно на половине пути монаха неожиданно затошнило, и ему потребовалось подойти к борту. Ронин, последовавший за ним, выбрал момент, когда никто не видит, и сбросил его в море. Когда паромщики и пассажиры услышали всплеск и увидели монаха, барахтающегося в воде, они перепугались и предприняли попытки спасти его. Но ветер был попутный, и паром быстро двигался под надутыми парусами, так что они вскоре оказались в нескольких сотнях ярдов от утопающего человека. Было ясно, что тот пойдет ко дну прежде, чем паром сможет повернуть назад, чтобы спасти его. Поняв это, Ронин изобразил крайнюю печаль и отчаяние, и сказал своим попутчикам, «Этот монах, которого мы только что потеряли, был моим кузеном. Он направлялся в Киото, чтобы посетить храм своего покровителя. А поскольку так получилось, что и у меня там были дела, мы решили путешествовать сообща. Теперь же, увы, из-за этого несчастья мой кузен мертв, и я остался в одиночестве». Он говорил так гладко и так натурально лил слезы, что пассажиры поверили его рассказу, «Пожалели и попытались успокоить его». Затем Ронин сказал паромщикам, «По закону, положено сообщить об этом случае властям. Но так как меня поджимает время, а вся эта история может вполне доставить неприятности и вам, не лучше ли сейчас все замять? А я тем временем поеду в Киото и расскажу обо всем покровителю моего кузена. И, кроме того, напишу обо всем домой. Что вы об этом думаете, господа?» Добавил он, обращаясь к другим путешественникам. Те, конечно же, были рады избежать непредвиденных препятствий на своем пути, и все в один голос согласились с предложением Ронина. Так дело было улажено. Когда они добрались до берега и сошли с парома, каждый отправился по своим делам. Но Ронин, преисполненный тайной радостью, взял багаж странствующего монаха вместе со своим и продолжил путь в Киото. Достигнув столицы, Ронин сменил имя Сумена-Токубея и, оставив самурайское сословие, стал купцом, основав торговлю на деньги погибшего монаха. Удача сопутствовала его торговле, и он начал богатеть, стал жить в свое удовольствие, не отказывая себе ни в чем. Со временем женился, и жена родила ему ребенка. Так дни и месяцы шли до тех пор, пока одной прекрасной летней ночью, почти три года спустя после гибели монаха, Токубей вышел на веранду своего дома насладиться прохладой и полюбоваться красотой лунного света. Чувствуя скуку и одиночество, он принялся размышлять о разного рода вещах, как вдруг убийство и кража, совершенные так давно. Ясно всплыли в его памяти, и он сказал себе, «Вот я стал богатым и толстым на деньги, которые, поддавшись соблазну, украл. С тех пор все у меня хорошо, однако, не будь я так беден, никогда не стал бы убийцей или вором. Горе мне, как жаль, что это произошло». И пока он предавался таким размышлениям, его мучило чувство раскаяния, как он не старался отогнать от себя эти мысли. И вдруг он, к своему крайнему изумлению, увидел расплывчатый силуэт человека, стоящего рядом с сосной в саду, посмотрел внимательнее и заметил, что тело человека худое и изнуренное, а глаза запавшие и тусклые. В несчастном привидении, которое стояло перед ним, он узнал того самого монаха, которого бросил в море у городка Куана. Похолодев от ужаса, он посмотрел снова. Я увидел, что монах презрительно улыбается. Он мог бы убежать в дом, но привидение протянуло свою высохшую до худобы руку и, схватив его за шиворот, посмотрело на него таким мстительным взглядом. А повергающая в ужасмертвенная бледность лица была столь неописуемо отвратительна, что любой обычный человек от страха лишился бы чувств. Но-то Кубей. Патистал торговцем, когда-то был храбрым воином. Он оттолкнул от себя призрака, бросился в комнату за своим кинжалом и принялся наносить удары, но привидение, растворяясь в воздухе, уклонялось от его ударов и внезапно появлялось снова для того лишь, чтобы опять исчезнуть. И с того времени Кубей лишился покоя. Призрак стал преследовать его и днем, и ночью. Наконец, разбитое от такого нескончаемого мучения, Кубей заболел и, не переставая, обормотал. «Горе, горе, странствующий монах приходит мучить меня». Слыша его крики и видя его беспокойное состояние, домашние подумали, что он потерял рассудок и позвали лекаря, который выписал ему лекарство. Но ни пилюли, ни снадобья не могли исцелить Токубея, чье внезапное безумие очень скоро стало предметом сплетен всей округи. Так случилось, что эта история достигла ушей некого странствующего монаха, который снимал угол на соседней улице. Узнав подробности, он печально покачал головой, словно все знал наперед, и послал друга в дом Токубея сказать, что один странствующий монах, проживающий поблизости, прослышал о его болезни, и, не будь она столь мучительный, не стал бы предпринимать попытки излечить ее с помощью молитв. Жена Токубея, почти доведенная до помешательства болезнью мужа, немедленно и секунды послала за монахом и проводила его в комнату больного. Но как только Токубея увидел монаха, он завопил. «Помогите! Помогите! Этот странствующий монах пришел снова меня мучить! Прости! Прости!» И, спрятав голову под одеяло, лежал весь дрожа. Тогда монах отослал всех присутствующих из комнаты. И, нагнувшись к перепуганному больному, прошептал ему на ухо. «Три года назад на пароме у городка Куана ты столкнул меня в воду и прекрасно это помнишь». Но Токубея потерял дар речи и только дрожал от страха. «К счастью», — продолжал монах, «я еще мальчиком научился плавать и нырять, поэтому доплыл до берега. И после странствий по многим провинциям мне удалось воздвигнуть бронзовую статую Будды. Таким образом, я выполнил свое заветное желание. По пути домой я на некоторое время поселился на соседней улице и прослышал о твоей необычной болезни. Полагая, что смогу излечить тебя, я пришел повидаться с тобой и рад, что не ошибся. Ты совершил отвратительный поступок, но разве я не монах и разве я не отрекся от бренности этого мира? И разве не пагубно вынашивать злой умысел? Раскайся и откажись от дурных поступков. Увидев, что ты это сделал, я достигну верха блаженства. А сейчас утешься и посмотри мне в лицо. Ты увидишь, что я живой человек, а вовсе не мстительный призрак, пришедший мучить тебя». Поняв, что он имеет дело не с призраком, потрясенный добротой монаха, Тукубей залился слезами и отвечал, «В самом деле, правда, я не знаю, что сказать. В приступе безумия я поддался соблазну убить и ограбить тебя». Потом удача была на моей стороне, но чем богаче я становился, тем сильнее чувствовал, как подло поступил и все чаще предвидел, что месть моей жертвы когда-нибудь настигнет меня. Эта мысль не давала мне покоя. Я потерял самообладание, и однажды ночью мне явился твой призрак. С того времени я и заболел. «Но как тебе удалось спастись и выжить выше моего понимания?» «Виновный», отвечал монах с улыбкой, дрожит при малейшем шорохе ветра или шарахается от своей тени. Совесть убийцы мучает его рассудок до тех пор, пока он не начинает видеть то, чего не существует. Бедность толкает человека на преступления, в которых он раскаивается, обретя богатство. «Как верно учение Мэнзы, что сердце человека, чистое от природы, развращается под влиянием обстоятельств». Так он рассуждал, и Токубей, который давным-давно раскаялся в своем преступлении, стал просить прощения и принялся давать ему большую сумму денег, говоря, «Половину этой суммы я украл у тебя три года назад. Другую половину умоляю принять тебя как проценты или как дар». Монах сперва отказывался от денег, но Токубей настаивал, чтобы он их принял и всячески старался удержать его, но напрасно. Монах настоял на своем и раздал деньги беднякам и нищим. Что же касается самого Токубея, то он вскоре оправился от своей болезни и с тех пор жил в мире со всеми, почитаемый как в своей стране, так и за ее пределами и всегда готовый на добрые поступки и благотворительность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok